Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Ивнеси. Сегодня у нас 26 февраля на календаре, пятница, последний день рабочей недели. Итак, обзор текущей ситуации на рынке валют. Евро-доллар, 30-минутный таймфрейм. Я немножко изменил свою волновую разметку, но и вот считаю, что закончила четвертая волна, и должна быть пятая волна, и вот за этой волной я отдаю приоритет. Но, однако, есть альтернативный вариант, о котором я говорил вчера, он еще в силе, то есть цена может подняться, ну, не обязательно до 1,12, да, может подняться вот и до 1,11,2, а может быть и до 1,11,6, да, это вторая волна, тут тогда нужно будет перерисовать эти волны, но, в принципе, я отдаю сегодня приоритет медведям, не быкам. Фунт от доллара также изменил, и мне кажется, сейчас встроится волна четвертая, вот соразмерная вот этой второй волна, да, и мне кажется, тут еще будет движение наверх, ну, может быть, до уровня 1,40,6, 1,40,7, да, 1,407 или 406, примерно так, и поэтому я открыл здесь бай, вот, ну, рано, то есть слишком рано открыл бай, сейчас вот есть от карты, я думаю, все-таки мы вот возьмем эту цель, которую я озвучил, после чего мы двинемся вниз. Австралиец. Австралиец, я ожидаю движения вниз, после вот этого бычьего захода ночью, до уровня 72,5, 72,6, тут тоже перерисовал волны, здесь не стертая волна, а вторая волна, да, и сейчас закончилась волна коррекционной C или C, и может быть, может быть, мы уже пойдем вниз. Конечно, есть вариация с того, что коррекция продолжится какое-то время, но приоритет у меня за медведями тоже. По Новозеландцу, мне кажется, все-таки мы пойдем немножко еще вверх на отработку пятой волны в составе вот этой волны коррекционной E, то есть я ожидаю отработку цели 0,67 и 9, и после чего мы уже двинемся вслед за австралийцами, и евро вниз. По японской иене я тоже ожидаю вот в этом заходном импульсе вверх, я ожидаю отработку последней пятой волны, после чего ожидаю коррекцию, продолжительную, непродолжительную, посмотрим, и после этого движение вверх, да, третья волна. Канадец. По канадцу я открываю здесь сейчас прямо по рынку продажу, потому что я ожидаю вот отработку пятой волны, вот этого, последней пятой волны в составе вот этой коррекционной G-волны, тоже я сделал перерисовку волн здесь, то есть тут отличается от вчерашнего, после чего ожидаю движение вверх, да, то есть здесь закончится четвертая волна старшего порядка, здесь я имею в виду на уровне 1.34.7 или 1.34.65. Франк. Франк я ожидаю движение вверх, то есть где-то здесь закончилась вторая волна, ожидаю движение вверх, ну вот первичная цель 99.5, потом 90, то есть единичка, то есть паритет, может быть и выше 1.006, да, но, конечно, сохраняется и актуальным, и вариант альтернативный, вот когда коррекционное движение будет углубляться, продолжаться, да, до уровня 0.98. Фунта франк. Фунта франк, я вслед за фунтом ожидаю движение вверх, считаю, что вот эта четвертая волна с размером этой второй волны, и я ожидаю, вот в этом нисходящем канале, ожидаю касание верхней его границы. Фунта иена так же, я ожидаю, что, ну давайте вот, вариант, что сразу мы пойдем вниз, я отмечаю как альтернативный, да, и я ожидаю, что мы будем еще вверх двигаться, вот это будет основным вариантом, будем вверх двигаться, а потом уже вниз, вот так примерно, то есть, чтобы было понятно, ну, вот эти мелкие волны, я их перерисую потом, то есть, не обращайте пока на них внимания, я их потом перерисую, ну, примерно вот, вот так, дамы и господа, примерно вот так, да, тут я перерисую, как я говорил, ну, вот я отдаю приоритет движению вверх. евро фунт, тут уже наоборот, как бы, евро будет слабеть по отношению к фунту, а фунт укрепляться, я вот ожидаю, вот с размерной вот этой второй волны, здесь четвертую волну вниз, вот за этим приоритет, конечно, есть и там альтернативный вариант, что мы пойдем вверх, но он альтернативный. евро, ауди, после вот этого, заходного импульса вверх, во первой волне, потом последовала коррекция, и может быть тут тоже 1-2 будет, и потом я ожидаю начала третьей волны, в составе третьей, поэтому у меня открыта здесь покупка, ожидаю отработку цели, и по евроканадцу ожидаю отработки пятой волны, тут у меня уже покупка, даже не на безубыток, а с небольшой прибылью, стоп, передвинул в плюс, поэтому я ожидаю движение, вот к целям 1,48 и 3, на отработку пятой волны, вот в составе более крупной пятой, тут мне нужно пересмотреть волну, потому что как будто получает 1,2,3,4,5,6,7, 7 волновка, а не 5 волновка, нужно будет мне пересмотреть, евро франк, евро франк я ожидаю движения вверх, тоже вот похожая ситуация с предыдущей, предыдущей паре, заходной импульс вверх был, после чего коррекция, но коррекция, кстати, здесь может и продолжиться, может углубиться вот так, но это будет альтернативным вариантом, так, альтернативным вариантом, далее, евро и иена, евро и иена, я ожидаю как минимум отработку цели 124, 125,2, вот хотя бы здесь, например, раз, два, три, четыре, пять, отсюда может быть, возможно коррекция, а может быть и отработку цели 126, 126,3, ауди иена, я ожидаю вот отработку последней пяти, пятой волны в этом заходном импульсе, после чего последует коррекция, австралиец-канадец тоже на безубуток перевел свою продажу, вот раз, два, три, четыре, пять, был импульс, была коррекция во второй волне старшего порядка, я ожидаю дальше движения вниз, австралийец-канадец-канадец к новозеландцу, новозеландец сильно укрепился ночью, после выхода новостей, поэтому я ожидаю движения вниз к цели 1,1065, так, фунт франко-иена, я ожидаю здесь, не знаю, что, ожидаю движения вниз, ожидаю, вот у меня тут выставлено отложка на продажу, пока я вне рынка, раньше было, что то есть вчера я говорил про цель 115, но построив потом вот этот нисходящий канал, я увидел, что цена уперлась в верхнюю его границу, поэтому отсюда может быть уже отскок вниз все, дамы и господа, на этом у меня все желаю вам попутного тренда жирных профитов и тощих лосей пока-пока